Вот эту печку я сделал из старого большого чана. Есть такая песня. Фантазер, ты меня называла. Фантазер, только этого мало. Мы с тобой не пара там вообще. Фантазер. Я один из первых, кто приехал в Грузию и начал заниматься профессионально управлением недвижимости в Батуми. Долее 30 апартаментов в управлении, однокомнатные студии, двухкомнатные, трехкомнатные, с видами на море, горы. Вот такой бизнес по-грузински. Отмигрела. Отмигрела, конечно. Очень порядочный человек. Наши прекрасные Грузию. Смотрите, какой веек волшебный. Местных производителей. Кстати, хурма сушеная, груша сушеная. Вот этот сыр просто бомбический. Он просто сейчас раскрылся. Ну, показывай. Натуральный табак, видишь? Который сок вчера, да? Да, он там вот висел. Спокойше. Шатажный. Ништяк себя чувствуешь. Ребят, ну мы поставили машину, потому что дальше в сапогах резиновых надо подниматься. Тут вон водичка течет. Родник. Вот так нам мы чуть-чуть поднялись. Да, и нам сейчас наверх еще нужно будет на вот этой дельке подняться. Такие тут домики. Я не помню, что там сушится. Что это, сохнет какие-то. Вахтанг идет. Потихонечку. Так птицы поют. Кукушка кукует. Дорога там просто сейчас ремонтируется, поэтому а так можно было на машине доехать. Красиво. Вот мне сказали, оказывается, это табак. Сохнет. Едем. По такой дороге. Вы его курите? Постоянно? А его? Что, это не то? Да, да, постоянно. Постоянно. Голова. Слушаем за деп. Слушаем за деп. Слушаем за деп. Берна, ханиквал. Чего он за деп пиво? Да, конечно же. Их он за деп. Их он за деп. Люди тоже, которые не ждут. Да, он за деп. Не ждет. Лучше, лучше, лучше. Ага. Ну, пожалуйста. Ребят, ну вот такой дороги, как мы сейчас тут ехали. Реально только Делика проедет какой-нибудь джип. Мы на Приусе тут бы не забрались. Собака бежит за мной. Смотрите какие шишечки. Какие тут ёлки. Воздух. Просто вам не передать словами какой. На ту сторону, конечно, вид. Сейчас с квадрокоптера полетаем. Гамачки такие висят. Вот они такие глэмпинги. Фонарики светятся. Такая тропинка. Шишек, смотрите, сколько. Можно здесь в гамаках валяться. И ночью вместе с шакалами выйти. Шакалы тут? Правда? Шакалы, лисы. Прям лес сказочный. Подписывайтесь обязательно на канал, кто ещё не подписался. Канал у нас о жизни в Батуми. О том, как мы здесь живём, работаем и оказываем помощь людям, которые сюда хотят приехать. Познакомиться с Грузией, познакомиться с Батуми. Оказываем сейчас консультационные услуги ещё и по Турции. И партнёры к нам постоянно обращаются. Сейчас будем проводить прямой эфир ещё с Северным Кипром. Так как сейчас большая эмиграция идёт, и люди хотят приобретать недвижимость и в Грузии, и в Турции. И если есть такая возможность финансовая, конечно, то мы вас можем проконсультировать и рассказать и плюсы, и минусы этих замечательных стран. В нашем управлении находятся студии, двухкомнатные и трёхкомнатные панорамные номера с шикарным видом на море. Ортопедические матрасы размера King Size. Все номера укомплектованы бытовой техникой и всем необходимым для комфортной жизни. Апартаменты сдаются посуточно, но по договорённости можем сдать вам их и на долгий срок. Чтобы забронировать эти прекрасные апартаменты, пишите нам в WhatsApp. И если вы собственник апартамента в Orbi City, вы можете также договориться с нами о сотрудничестве. Не забывайте подписываться на канал, потому что из-за моих политических высказываний я попадаю в теневой бан. И вы мне очень поможете, если поставите прямо сейчас лайк, напишите какой-то комментарий в поддержку меня, нашего канала. Вот очень буду вам признательна. Ну такие домики. Дверь открыта будет, что в медведи сюда как-то. Смотрите какой веет. Волшебный. Воздух какой. Ну в общем, тут в самом домике вот такой диван раскладывается. Там кровать. Маленькая кухонка с холодильничком. Так пахнет деревом. Здесь есть вилки, ножки, ложки, кастрюльки. Еду с собой взяли. Есть пожарить тосты. Вся посуда необходимая. Чайник и плита. Индукционная. Но самое главное, что здесь есть камин. Такая печка. Мы будем отдыхать. Да, Вахачка? С таким видом. Полетим в небо. Прекрасным. Пока еще, да. Погода. Главное, чтобы завтра дождя не было. Вот. Пахнет прям все деревом. Такое вот еще. Это санузел. Душевая кабина. Раками на унитаз. А еще здесь есть экран. Будем смотреть фильмы. Можно бесконечно смотреть, да, на огонь. На работающего человека. Вот там квадрокоптера поснимает. Вот так вот они отделали эти домики. И здесь все промазали. Стеклышки. Душевая кабина. 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 детстве брали голубя короче веревку к ноге на крыше отпускали начинали кружить его сокол как видит камочку цепляет его пусть опускаешь и на голову ему что-то раз она смертность что вы потом с ними делали с этими птицами но у нас был кто обучал их прям сажал его так сжимает опускал там птичка ловить блин улетели ребят прям три сокола кружились прямо здесь от рядышком вон они внизу нет не видно их видно когда они на белом здесь не кружится ну внизу кружится раздольем выйти с ним он как мы тут натопили жарко тебя запустим вон они соком смотрите кружится лети лети сюда огромные крылья ты хочешь меня запустить место голубя голубку да это что это стойка пересмешница это стойка пересмешница в общем ребят нам тут хорошо вдвоем просто замечательно вот таких вот домиков тут несколько с разными видами есть на ту сторону вида вон там с бассейном тоже где то есть домик такой с открытым бассейном можно воду подогреть на них охотятся вот у нас и пицца не дам на видео маленькая не улетая последний гуя ся твои волосы я пока вино пробую мне тоже вот это понравилось вино местных производителей кстати хурма сушеная груша сушеная вот этот сыр просто бомбически он просто сейчас раскрылся на так как у нас тут тепло натопили ну сливки просто раскрылился вкус всех сыров тут разные есть плесенью пози сыр все все грузинские сыры которые в грузии маленькие производители делают обязательно как-нибудь съездим на какое-нибудь маленькое такое производство и снимем вам вообще процесс вот этот я прям хочу ну и конечно же шоке грузинский давать . как у нас тут жарко мы тут натопили еще шакалы вы когда начнут будет вообще такой прям варда лаком превратимся я сразу пущу свои клыки в шею в общем будем смотреть кино и играть до него ужасы послушайте а вообще дима давай ужасы включим когда вот будет темно выйдут шакалы мы что-нибудь самый такой страшный зловещие мертвец и такой зловещие мертвец и ну не такой же про природу я резко такие вурдалаки то я срочно надо что-то животом делать это я просто вурдалака вот эту печку я сделал из старого большого чана и ура распилил то есть сварил вот это вот все ровня стекло закаленное поставил это все вот я ручная работа и вот выбивал все еще два месяца ушло и до нее фантазер ты меня называл мы с тобой не пара там вообще что коробки не хватает коробки никого нет можно быть сколько хочешь как хочешь войкли никто не скажет как хвачите домики полная лего друг от друга расположена что вообще вы в таком выединение находитесь они специально так сделали я понял специально что не добраться перед на машине все интернета нет ни хрена нет все приехали и уйти нельзя без машины только видишь цивилизацию на другой гаретте а слышит дайте они слышит ход кричи и хоть не кричи попала вася бахачка в прямой эфир машине у нас еще консультация 1 приобретение недвижимости в грузе давай сюда вставим что мы управлением занимаемся давай ну давай чем чем-то занимаешься в грузии презентация один из первых кто приехал грузию и начал заниматься профессионально управлением недвижимости потом если вы смотрите этот ролик и нашу персону вызывают вас доверие то вы можете приобрести апартаменты в апарт-отеле орби сити и отдать вахтангу могилевича в управление на самом деле мы занимаемся управлением более 30 апартаментов в управлении однокомнатные студии двухкомнатные трехкомнатные с видами на море горы шикарными видами видами на поющие фонтаны что еще там у нас видно магазины супермаркеты и так далее так далее все рядышком все шаговой доступности также через нас вы можете заказать экскурсию те кто бронирует у нас апартаменты получает скидку виде 20 процентов а также при бронировании поле недели еще будет трансфер с аэропорта батуми или железнодорожного вокзала батуми ну и конечно же 20 процентов скидка туда же попадает на экскурсии на экскурсии да совершенно верно так что ждем вас наши прекрасные грузии вот в этой красоте и дадим вам локацию отсюда на день сможете приехать подскажем где почему на день может люди захотят приехать сюда на несколько у меня кто будет жить сильнее не так не пойдет 7 дня у меня неделю вот такой бизнес по грузински отмигрела думал этот сокол прилетел ну ладно давай тогда грузин мой тост мне даже не сказал наливай мне нравится то не лучше и это хорошая ну милый давай за вот эту красоту наш сегодняшний вечер янтарное вино которое нам приносит настроение тарит тарит вот эти улыбки вообще за грузию за всю нашу прекрасную грузию за каждую возглаву Мартюс у нас тоже кстати будет вот этот туман будет у нас здесь я заказал такое вечернее шоу главное чтобы завтра мы проснулись и было солнышко закажи пожалуйста милый но прикольно дерево деревом все что-то все такое новенькое остался новенькой прям можно сюда приезжать помедитировать я кстати взяла прям это все не жить по удаленке да если работать казакам на компьютере все принесут еду приносят домашняя вино сыр тебе пожалуйста горячий хачапури и пожалуйста работай в такой красоте вот с таким шикарным видом и зарабатывай деньги ешь вот эту хурму ешь хурму ешь вкусный сыр просто вообще ребят обязательно когда будете в грузии попробуйте именно вот этот вот сыр с со сливками просто бомбический все сыр вкусно французы они прям напишут по вот этим все выдели сказать и жаре депо время отдыхаем от этого сыра мы больше сыр не можем делать это просто вещи передашку просто они такие похудшие похудшие вонючие сыры с плесенью такой послевкусие с вином просто потрясающе как этот сомелье не сказал послевкусие да мы недавно такой легкий мы недавно ходили чтобы вино дышало надо вот так вот давайте не так она так нагревается надо заново так снизу надо как вы так брать вот так вот так ну так тоже можно папа 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 пилот пошли на ножки пошли но тоже открывается также как и сыр немножко потом теперь второй раз он больше открывается папа 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 и пошли ножички ребят но с 15 уже мая да это же это же этого месяца но 15 мая открывается авиасообщение мы не знаем как этой новости относиться как бы сначала меня это как-то ну так напрягло потому что 20 лет никто даже не думал об этом до ощущения все равно какое-то непонимание что будет завтра происходить то есть это как сюрприз какой-то потому что так быстро решение такое принято приняли в россию что это я не доверяю честно говоря этому решению 20 лет они ничего нет это тут прям перед сезоном на тебе летаете приезжаете сняли все вот эти запреты на как на предупреждение что грузия небезопасная страна для граждан российской федерации а тут вдруг сразу стала внезапно небезопасно безопасной исходя из того чтобы мы раньше видели ну да доверия уже нет и как-то дай бог что многие конечно радуются понятно что очень много родственников сейчас будут иметь возможность как-то видеть друг друга почаще нет не надо будет уже через третью страну лететь и конечно эти перелеты вот мог танков скажи да как расскажи как твой папа ездил на выходные по молодости в москву на конференции советское время сколько там с 30 чем-то рублей или что такое не говорили что было сухуми до москвы лететь два с половиной часа два с половиной два с половиной часа на чем грузины сидят сидят таки поехали пятницу да таки на чем можно и в капопе москву на денек туда смотаемся сели пошли взяли но отец ладно он редко на денек так он более на эти а там по родные братья там дядьки там многие кто так делали сидят там во дворе где-нибудь тусуется чем может москву на два дня давай пошли быстро домой оделись переоделись галстуки одели и рванули там как мимино вот это все деньги прогуляли на последние деньги в самолет кое-как остались зайти и все воскресенье обратно понедельник на работу было такое тоже я честно я скажу вот это вот это решение мне больше нравится то что чем они покрыли этот домик вам что-то эти белые домики до такой местности они быстро зеленеют плесневее их надо мыть а тут как бы и запах классный что пахнет прям деревом и они как бы более прочные что ли долговечные хотя такая легкая конструкция на ножках никакого фундамента естественно тут нет делаем швидобеса делом швидобеса хочу пурик очень вкусно вахтанг с утра напек уже хочу пуре давашку зачем-то топит и топит человек вот боится что я замерзнула за что такая жара открыл проветрить и накидал дров он хорошо что дождика сегодня нет туда пойдем на улицу с пяти утра до девяти утра я люблю метафизику и меланхолию да это иметь ввиду затем сон и меня не надо будить есть меня разбудить не вовремя то у меня могут проявиться садистские наклонности этого бы нам не хотелось мужик если юг красивым то и проснулся красивым а вот женщины как-то за ночь портятся и и Продолжение следует... 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 вот грецкий орех а это что всем одноба на хлам дис подписывайтесь на канал шерти не забывайте ставить лайк шерти обязательно обязательно шерти